В Кремле настроения очень плохие, то есть понимание того, что ничего не получается, оно безусловно есть, но при этом большинство ждет, чтобы, знаете, а может оно само как-то рассосется, потому что денег пока для элит хватает. Если посмотреть, как живет Москва, то все рестораны полны, очередь в лучшие рестораны, очередь не попасть туда, все веранды открыты, весна на дворе. И, собственно, Москва гуляет, как будто завтра, как будто это Помпея, а завтра будет извержение Везувия, и всех засыпет пеплом. Поэтому вот московская часть элит точно будет до последнего не верить в то, что крах приближается. Да, как на «Титанике», помните? Играли музыканты, пили шампанское. Абсолютно, абсолютно. Ну вот мы видим, что в ряде российских городов отменили парады Победы и другие мероприятия, да, к тому же не состоится шествие бессмертного полка. Плюс ко всему, издание ведомости накануне сообщило, что на парад, который, ну, пока еще пройдет в Москве, пока пройдет, приедет только президент Кыргызстана, и он будет единственным иностранным лидером. И те же ведомости напомнили россиянам, что ранее вот на парады 9 мая в Москву приезжали лидеры США, Великобритании, Франции, Германии, Китая. В Генсеку он приезжал. Насколько вот болезненны для Путина вот такие моменты, да, вот приезжали такие гости, а вот теперь, по сути, он изгой? Очень болезненно. По большому счету, ему всегда хотелось сидеть за одним столом с ведущими лидерами мировых стран, и, по большому счету, для чего все это затевалось, для чего затевалась война в Украине. Самая главная цель, к которой стремился Путин, это новый раздел мира, это новое Ялтинское соглашение. Именно для этого все было делалось и делается. И он, конечно, ждал, что после блистательной победы России все приползут и начнут снова договариваться о каких-то сфер влияния. И, конечно, он надеялся, что он будет разговаривать на равных и с президентом Соединенных Штатов, и с лидерами стран на большой семерке. Но, как мы видим, все происходит ровно обратным образом. Потому что не надо думать, что политика делается методами разведок. Нет, она делается совершенно другими методами, которых Путин не знает, не понимает и не умеет. Поэтому он все время проваливается как раз в глобальных геополитических вопросах. Именно поэтому в этом году, видимо, даже Лукашенко не собирается приезжать. Уж совсем, казалось бы, позорная история. Даже Лукашенко не хочет приезжать. Ну, а лидеру Киргызстана, значит, что-то нужно. Значит, какой-то очередной подачки от Москвы они после этого получат. Ну, да, изгой. Но даже корейский лидер, как мы видим, на бронепоезде тоже не приедет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok